Хотел бы пробежаться по сакральному знанию, которое называется работа с информацией. Человек, изучая что-то новое, должен работать с информацией, знать как работать с информацией. Вот есть три уровня работы информации. Первое правило работы с информацией – это человек должен уйти от плоского мировосприятия. Обычный человек мыслит категориями «да» либо «нет». Да, нет. Это плоское осуждение человека. Да, нет. Либо что-то слепо принимает, либо что-то слепо отвергает. Если это складывается в его концепцию мира, то мы начинаем принимать слепо. Если это не складывается в нашу концепцию мира, мы это начинаем отвергать. Либо если говорит какой-то авторитетный человек, мы полагаемся на его авторитетное мнение, принимаем. А если это прошел какой-то там прохожий, что-то ляпнул, и мы это отвергаем, что его слушать, я его не знаю, за него там никто там тоже ничего не знает. И, соответственно, наверное, какая-то неинтересная информация. Мы начинаем слепо отвергать. И вот либо категория «да», либо «нет». И вот первый фильтр информации – это не нужно идти на поводу на своего «да», либо не нужно идти на поводу своего «нет». Мудрый человек, он допускает. Возможно, это может быть, я проверю это своим опытом, а мой личный опыт скажет, это реальность, либо это иллюзорность. И вот первый фильтр информации – это не «да», не «нет», это допустить. Способность допускать. Первый фильтр информации – допускаю. Здесь нет. Дальше – да. Авторитетный человек может проявить точно так же что-то бессознательное, а неавторитетный человек может сказать какую-то мудрость. Как ребенок. Устами ребенка глаголит истина, а мы можем его не слушать, а что-то сказать может нам мудрое. Либо сапожник, он может сквернословить, ругаться, но он может быть мастером в чем-то другим. И вот как раз это может подчеркнуть второй фильтр информации – уметь отделять знания от его носителя. Второй фильтр, если первый – это допускать, не ограничиваться, да, либо нет, то второй фильтр – это отделять знания от его носителя. Отделение. Отделение. Мудрый человек, он подобен пчелы, глупый человек подобен мухе. Муха везде способна найти мед, даже в бочке с дертем. Она фильтрует так, что найдет для себя мед. Выжимку сакральных знаний. А пчела, она даже в бочке меда во всем будет видеть дерт. И во всем негативить. Как Амархаям. Очень интересное такое было у него произведение, стих. В одно окно смотрели двое. Там шел дождь, но один видел прекрасную погоду, а другой постоянно негативил. Хотя в одно окно смотрели двое. И вот все зависит от мировосприятия человека. Стакан будет всегда у нас наполовину полон, наполовину пуст. Кто-то будет всегда о пустоте говорить и негативить, а кто-то видит в этом частично полноту какую-то и найдет плюсы. И вот второе – уметь отделять знания от его носителя. Бывает человек, как тот же сапожник, ругается, скверно словит. И кто-то скажет, да что ж ты его слушаешь, как он выражается, как он негативит, как у него можно научиться чему. Может человек он еще далеко не созрел, но как сапожник, он золотой мастер. Этому можно поучиться, допустим, у него. А кто-то, наоборот, у ситхов есть деревня, помню, в долине Лакивали, в джунглях. И нам все время шри проножи, это один из ситхов, традиция 18-минских ситхов, говорил. Интересную вещь. Слушай, как они говорят, но не делай, как они говорят. То есть, слушай, как они говорят, но не делай, как они живут. То есть, там деревня была знаменита тем, что они были все философы, говорили красиво, но никто так не жил. То есть, слушай, как они говорят, но как они живут, не делай. А Шри Паранжи все время так говорил. И вот, можно как от умного человека научиться глупости, а от глупого человека научиться мудрости. Мудрый человек даже у птицы научится о свободе. А глупый человек, у какого-то просветленного, так и ничему не научится. И вот, уметь отделять знания от его носителей, это второй фильтр. Второй фильтр. Первый. Допускать и проверять своим личным опытом. Второй. Отделять знания от его носителя. И третий. Глубина. Глубина мысли, глубина знания. Глубина информации. У любой информации есть три уровня. Информация первого порядка, информация второго порядка, информация третьего порядка. Информация первого порядка – это слова. Слова скрывают смыслы. Смыслы скрывают суть. Тот отцепляется за слова, у тебя орфография неправильна, либо обычно это часто выражается, когда фанатики разных религий, либо традиции есть такое выражение. Когда встречаются ученики, они спорят. Когда встречаются два мастера, они молчат, пьют чай. Им говорить особо не о чем. Они просто душами благодетствуют друг с другом. И когда встречаются их ученики, они спорят. Мое правильно, мое неправильно, твое неправильно и так далее. И вот слова, мысль изреченная, есть ложь. Слова, они ложны. Любая правда изреченная становится ядом. Знание о правде становится ядом. Правда незнания, правда состояния. И вот точно так же, как словами можно выразить разные смыслы. Допустим, слово ключ. Кто-то услышал, может понять, там, ключ от двери, ключ от машины, гаечный ключ, либо родниковый ключ, чистая вода. По одному слову, тяжело сказать, что имеется в виду. Но из комбинации слов можно понять смысл. Можно понять смысл. Но и играя смыслами, тоже можно запутаться. Смыслы жизни. А смысла жизни нет. Внимание, когда находится в смыслах, оно закутывается в яд. А смысл жизни, это не смысл. Смысл жизни, это состояние. Либо внимание в смыслах, либо внимание в сердце, в состоянии. Поэтому предки всегда говорили, смыслы, это как множество троп, которые ведут на одну и ту же вершину горы. У души, а точнее у личности, есть много смыслов, а у души единственная энергия, это любовь. Смыслов в жизни много, но суть одна, есть любовь. Просто через каждые смыслы личность вспоминает это духовное состояние возврата домой. И вот первый уровень информации слова, более мудрый через слова способен увидеть смыслы, а самый глубокий через смысл увидеть суть, состояние. Он может просто находиться где-то на занятиях, на лекции, он просто вошел в состояние и напрямую скачивает информацию. И вот в принципе третий уровень работы с информацией, видеть глубину. А кто-то на уровне плоскости, на уровне слов придет, допустим, какой-нибудь, кто-то занимается орфографией, будет слушать человека, который там некорректно выражается в словах. Но его это будет задевать орфографией, он себе сразу ограничит эту информацию. Нет, я его слушать не буду, нет, тут одна ошибка, тут вторая ошибка. Да, ты ничего не теряешь, но ты ничего не приобретаешь. Мудрость была потеряна взять информацию. Отказавшись от чего-то, мы ничего не потеряем, но мы ничего не приобретем. Мудрый способен везде найти для себя рациональные зерна. Вот в принципе, когда человек начинает что-то новое изучать в здоровье, в энергетике, в духовности, в мирской жизни, в социальности, прежде чем встать на путь поиска, человека обучали работе с информацией. Мудрости. Уметь отфильтровывать знания. По первому фильтру сначала допусти, по второму отделе от учителя. Допустим, если я бы, допустим, начал бы говорить, вот пять традиций, 20 лет там практики и так далее. Раз начали бы прислушиваться на важности, это было бы авторитетно, все бы слушали. А, допустим, человек, который, о нем никто не знает, ну там, допустим, был сиял бы внутри. И за его кто-то, кто живет в уме, сразу бы отсел. Информацию. Да, ты никто, о тебе никто ничего не знает, за тебя никто ничего там сказать не может, ты в практиках там не разбираешься, что я тебя буду слушать и так далее. И так человек должен смотреть в глубину. Неважно, кто был вчера, главное, кто сегодня. Вот, в принципе, и работа с информацией. И критерием всех важностей, критерием важности всех знаний, вернее, является, как эти знания могут сделать лучше меня, либо другого. Это завершающий, подводящий итог, все. Человек должен впитывать те знания, которые могут сделать лучше меня, либо других, если я это буду использовать. Если эти знания не сделают лучше ни меня, ни если я не буду их использовать, они не будут сделать лучше другого, тогда такие знания человек не впитывает душа, не должна на это тратить время. Вот, в принципе, что касается работы с информацией. Сначала отсеять по трём фильтрам и увидеть, сделает ли эти знания лучше меня, либо другого. А если человек мудрый, может впадить в состояние чувствования, он может сразу прочувствовать, сделает ли эти знания лучше меня, либо другого, а потом уже наложить на три фильтра. Продолжение следует...